перед нами сидит русая девушка такой темно русый цвет волос это не брюнетка это именно темно русый цвет волос и теперь мы смотрим на брови на цвет волосков мы можем обратить внимание вот первое что нам бросается в глаза это то что брови объемные не тоненькие да если мы будем окрашивать такие брови даже самым светлым красителем светло-коричневым они станут еще ярче потому что краска окрашивает и кожу и плюс волоски следовательно нам хочется чуть-чуть смягчить до бровку тем более чем шире бровь тем она должна быть мягче я в этом случае предлагаю сделать осветление на полтона сделать бровки мягче мы будем использовать осветлитель того холодно осветлитель который дает легкий след по коже если она сухая до или нормальная напомню что кожа жирная толпу редко оставляет и обязательно оксид 3 процент потому что с осветлителями работает только трехпроцентно ну что начнем беру второй состав филинг с фруктовыми кислотами и начинаю подготовить и начиная круговыми движениями вот такими круговыми движениями отшелушивать роговершие клипы особенно в тех участках где у нас есть даже если мы будем делать осветление все равно мы должны подготовить нашу особенно в области вокруг бровей так как мы здесь будем работать в воском далее обязательно беру первый состав и убираю наш пилинг очень хорошо смочила ватный диск прям хорошенько все это снять далее я беру и расчешу кровки данном случае мы будем осветлять поэтому здесь сильно бодрить брови нам не нужно далее просто расчесала и немножко вот так пригладила волоски запечатал что касается осветления если у нас очень густые брови то я рекомендую проделать двойную работу сначала нанести осветлитель с помощью щеточки чтобы внутри осветлить до если густые бровки захватить маленькие волоски внутри и затем уже плотно нанести сверху осветлитель с помощью кисти давайте сделаем двойную работу потому что у нас бровки достаточно густые чтобы у нас равномерно все волоски осветлились я беру осветлитель толп на большую горошину может быть чуть чуть побольше лучше осветлителя чуть больше нанести если брови густые до чуть больше полторы горошина чтобы хватило его для равномерного покрытия далее беру оксид трехпроцентный напомню только трехпроцентный актив работает с осветлителем и столько же добавляю оксида осветлитель может давать легкие ощущения на коже а может и не давать в виде каких ощущений он может проявляться либо это почесывание да когда немножко чешется кожа либо легкий холодок вот такие ощущения испытывают у нас клиенты либо вообще ничего не чуть-чуть я нанесу щеточкой и уже потом пройдусь кистью набираю на щеточку немножко и начинаю наносить начинаю наносить осветлитель с первой точки потому что здесь у нас зона должна быть светлее не боюсь залезть потому что осветлитель дает легкий след по коже а потом мне самое главное хорошенько проработать волосы если бы напомню у меня была модель не такими густыми бровями я бы сразу взяла кисть и кистью наносила плотно осветлитель нужно наносить очень быстро потому что у нас время выдержки всего лишь 7-15 минут до зависит от структуры волоса и от степени осветления на тон или на полтона я нанесла беру здесь я могу взять сухой сухую палочку потому что здесь очень такая консистенция жиренькая и слегка подчищаю границы вещаем потому что осветлитель может дать легкий след кожи и да не приступая ко второй брови также начинаю первой ток хорошенько прочесываю в глубине чтобы у меня в глубине волоски хорошо осветились вы можете просто щеточкой вот так окрашивать без без кисточки пожалуйста но как показывает моя практика если брови густые лучше сделать двойную работу тогда будет равномерно не получится такого что одни волоски будут светлее другие темные обязательно все волоски прям до кончиков вытягиваю и прочелся медленно не торопясь и теперь сверху плотненько покрываю также начиная сначала и так пока у нас работает осветлитель поработаю восковой системой для начинающих мастеров я все-таки рекомендую сначала поработать с осветлителем если осветляете брови а уже потом работать с воском потому что тут время выдержки до небольшое нужно контролировать а напомню что краситель мы ждем окислительный процесс осветлитель мы засекаем время я беру масло подготовила немножко кожу слегка если я вижу что масло очень много либо воск плохо у меня прилипает кожи то я убираю немножко масла и затем продолжаю смотрите обычно чтобы сделать переменосицу сразу я делаю такие движения я делаю вот такой лепесток прямо бок разворачиваю еще в один блок и только потом ставлю палочку на пол ребра и все вместе это прижимаем ставлю на плоско чтобы не делать 100 движений я одним движением проработала межбробное пространство обязательно приподняла бровь когда работает под бровью и от второй точки я сейчас набрала маловато да если вы видите что мы маловато взяли я беру еще раз наберу должно быть все-таки покрытие хорошие напомню делайте аппликациями не пытайтесь сразу от начала до хвоста провести у вас лучше от второй точки до хвостика я в первой точке а если волоски очень жесткие плотные то конечно нужно подержать до 10 там 15 минут до чтобы они схватились либо если они тонкие то тогда 7 10 минут то есть от этого мы отталкиваемся но опять же осветлитель как еще понять что можно стирать осветлитель должен перейти вот он немножко такой как становится зеленовато бежевый такой слегка я вижу что мне пора стирать проверить на всякий случай беру палочку и палочкой с головки смахиваю снизу вверх продукт все я вижу что у меня на полтона волоски осветлились мне больше не нужно если я сыплю на тон они будут слишком тепловатый до слишком светлые наша модель может потеряться осветление бровей у нас клиенты где-то процентов 70 делают осветление бровей особенно категория 40 плюс да то есть те которые уже возрастные женщины либо если клиент приходит вот широкими бровями да с такими широкими с темными то однозначно лучше делать осветление напомню чем шире бровь тем она должна быть мягче широкая темная бровь это смотрится некрасиво если у вас видите какой красивый цвет получается он теперь у нас в цвет волос но сейчас еще бровь мокрая когда она высохнет первым составом я уже снимаю осветление бровку еще чуть-чуть держу я помню разницу во времени по поводу страны и и города где любят темные брови очень часто нам задают такой вопрос но вы же можете вести моду на светлые брови вам достаточно позвать двух медийных людей двух трех до сделать им осветление и до после либо просто клиента взять до после обязательно сделать коллаж и показывать своим клиентам чтобы они видели результат я уверена им очень понравится и они захотят попробовать если вы объясните все плюсы то что осветление делает моложе мягче лицо особенно если бывает ситуация очень глубоко посажен глаз да когда вот это надбровная дуга она выпирает а глаз в глубине темнее в таком случае однозначно нужно делать мягкие брови иначе глаз еще глубже да мы засадим туда внутрь делав бровь темнее то есть есть определенные показания если вы скажете клиенту все плюсы то я думаю он согласится в любом случае если клиенту не понравится он всегда может прийти к вам вы можете затонировать осветление напомню светло-коричневым цветом я стерла осветлитель побольше первого состава до еще один нюанс в осветлителях когда вы их стерли бывает такое что даже при использовании осветлителя taupe может при стирании появится сразу же такой тепловатый желтоватый оттенок не пугайтесь через 2-3 минуты цвет стабилизируется и уйдет в такой благородный красивый оттенок без теплоты это если осветлитель да блонд он сам по себе чуть чуть теплее вообще осветление конечно быстрее делать нежели окрашиваю и и и и и и и